Всем привет! Меня зовут Вика, и спасибо, что вы заглянули на это видео. Сегодня я покажу, как сделать вот такую вот штучку. Это у нас новогодний венок, как мы называем, но на самом деле это рождественское кольцо, которое вешается обычно на дверь, но у меня оно не вешается на дверь, а оно ставится, опирается об стенку. Идея сделать такое вот украшение у меня пришла, когда я ходила по магазинам и видела множество просто разнообразных таких кругов. Они все очень добавляют новогоднего настроения, и так как я не планировала в этом году украшать квартиру, мне было в прошлом году как-то очень пусто после того, как я убрала все украшения, все декорации новогодних, поэтому решила, что в этом году у меня не будет как таковых украшений новогодних, но мне сделать вот такую вот штуку я просто не устояла. Мне очень понравилась такая идея. Еще в прошлом году, когда я просто сделала вот эти вот все шишки, которые вот здесь вот есть, я их сделала цветными, разрисовала таким блестящим клеем, и я делала вокруг этой же лампы такую визуализацию этого веночка, но он был разбираемый, так сказать. А вот в этом году я решила, что я обязательно его сделаю, и сделаю его так, как вижу я, а не просто куплю готовый с магазина. А теперь давайте вернемся в прошлое, и я покажу, как же я его сделала. Для начала нам нужно сделать основу. В данном случае буду делать ее из картона. У меня не нашлось предмета, подходящего в доме, чтобы просто обвести круг, поэтому придется рисовать его вручную. Рисую я его с помощью, так сказать, импровизированного циркуля. Привязала к двум карандашам нужной длины мне нитку и ввожу по кругу. Для того, чтобы сделать внутренний круг, уменьшаю размер нитки между карандашами и один из карандашей ставлю ровно по центру, где он стоял раньше. Получаются не совсем идеальные края, но это нам не так важно, главная форма. Вырезаем круг, стараясь не испортить стол. Практически закончу вырезание, я вспомнила, что хотела сделать ровную основу для того, чтобы это новогоднее концо можно было поставить. И поэтому с одной стороны вместо круга рисую углы. Вырезаю до конца. Макс сказал, что для такой формы можно было просто взять сиденье от унитаза и обвести его. Ха-ха. Обрезаю неровности, делаю более симметричную форму. Кстати, кольцо из картона можно было делать еще меньше, для того, чтобы оно совсем не выглядывало из-под шишек. Сразу просто прикладываю ветку, смотрю где она лучше всего смотрится и затем пришиваю ниткой. Заранее я приготовила ветки и связала их в определенных местах проволокой, для того, чтобы они выглядели более собранными. Решила использовать нитку, так как силикон либо любой другой клей просто не держит то напряжение и натяжение, которое дает ветка. Но с помощью силикона можно зафиксировать сами края нитки. Для того чтобы не делать узелки и не думать о том, что они могут развязаться, я просто два конца нитки протягиваю в ушко иголки и в итоге получается на другом конце петля, которую можно протянуть иголку и таким образом нитка точно не развяжется. Отступаю довольно таки далеко от конца картона, для того чтобы нитка не разрезала его. Ветки нужно выбирать как можно мягче, для того чтобы они не сопротивлялись сгинанию и не ломались. Кстати, хочу сказать, ни одну ветку я не сорвала, мы прогуляли по району и увидели уже обрезанные ветки, которые ожидали просто вывоза. Ох, это мега серьезное лицо! Точно таким же самым способом пришиваю ветки у внутреннего круга. Вуаля! Можно сказать, что первый слой готов. Перед тем как приклеивать шишки, я их выкладывала и думала где их лучше поставить. Очень важно начать с самых больших шишек. Но потом я вспомнила, что хотела зафиксировать каждую нитку силиконовым клеем. А теперь приступаем к приклеиванию шишек. Очень важно индивидуально намазывать клеем каждую шишку, так как у шишек разная донышко, и опираться об картонной ветке она может совершенно разными способами. Музыка 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 еще я планировала приклеить шкарлупу от фисташек сейчас можно видеть ее на видео но потом я поняла что это совершенно неуместно остались самые маленькие шишки и теперь можно заполнять пространство через которое видно картон потому очень важно начинать именно с больших шишек а вот такая форма шишки мой фаворит она очень напоминает розу в некоторых местах не обязательно наносить клей на саму шишку можно нанести его на ветку об которую она будет опираться без танцев не обошлось то это сделал кто это а вот и так сказать второй слой следующий этап между самими шишками я ложу маленькие веточки приклеиваю их как будто бы они там прорастают а дальше пожалуй самый быстрый самый интересный этап это приклеивание шариков заполняю те места где все еще видно картон либо приклеиваю шарики там где их просто не хватает так же у меня пошло в композицию два желудя а а а а а а Продолжение следует... А теперь, пожалуй, самый долгий, самый монотонный процесс — разукрасить белой краской. Возможно, если бы шишки не были разукрашены цветным клеем, было бы еще красивее. Почему я так говорю? Потому что у меня несколько шишек не разукрашены, и белый цвет на них выглядит просто волшебно. Также я разукрасила несколько шариков. Но не обошлось без того, что я запачкалась. Вот так вот прошло создание этого новогоднего круга. Заняло примерно 3-3,5 часа. Это вместе со съемкой и проработкой каких-то деталей, которые я не знала, как точно сделать, и уже на ходу додумывала, что же мне сделать. Спасибо, что досмотрели это видео до конца, и увидимся в следующем видео. Пока!